Среди вас есть сколько предпринимателей, которые пользуются порталом бизнес-навигатор МСК? Раз, два, три, четыре, пять, да? Всего лишь пять. То есть, касалось бы инструмента информирования, он тоже не работает. Спасибо. Пожалуйста. Ну, как раз вот в продолжение информированности предпринимателей, я хочу сказать тому, когда нам что-то надо, да, я руководитель микропредприятия, около 20 лет я работаю в системе безопасности, город-набежной Челны. Вот, когда мне надо, я достану хоть луну с неба. Поэтому, если сейчас, сегодня государство поворачивается лицом к предпринимателям, то это можно брать, искать, доходить до людей и пользоваться, принимать. То есть, если о поддержке предпринимателей можно говорить, например, не только в денежном эквиваленте, да, то есть, в сегодняшний момент от Блиганского старкового промышленного палата поддерживают так, что я сама прям голова кругом идет и думаю, как бы за ними успеть. Поэтому, если есть желание, значит, оно будет реализовано. И еще, Венера Бахтигоревна, то, что я вот хотела ответить, вы говорите, почему вы не идете за поддержкой, за господдержкой. Вот, я не знаю, это, наверное, может быть боль всех предпринимателей. Найдите хоть одного с чистой кредитной историей, который там с 2004-2005 у меня два банка разорились. Два банка. Я потеряла все, что заработала. Ну, потом опять мы встаем, и в вашем, в вашем, в вашем. Естественно, просрочки есть. Но, да, небольшие, да, но налоги платят за все в белую, все в чистую. Поэтому, вот как идти в господдержку, если вот, ну, реально, ну, никак. Там, 15 дней просрочки, все, ты уже никто. И как просить. Поэтому здесь вот момент такой тоже очень важный. Спасибо большое. Я бы про связь банка Доноскопа для комментариев данного вопроса. Скажите, пожалуйста, по кредитной истории. Да, сейчас есть, по-моему, уже ступила, не ступила, точно не знаю, что кредитная история будет уже храниться не 10 лет, а 7 лет. То есть уменьшается срок хранения кредитной истории. Соответственно, это уже как-то попроще. Как все-таки быть, если кредитная история, все-таки она испорчена. И как быть предпринимательным? Добрый день. Кромс-весть банка, по этим, мало-средним, группам, мало-средним бизнесам, по городу, наверное, на Вашенчану, по оплате и калории. Я лично слой банк. То, что в нашем банке, естественно, это будет потом директироваться и другие банки, информироваться. До сегодняшнего времени в нашем банке существовало, так скажем, существовал гибкий подход к каждому клиенту, индивидуальный подход. Кредитная, плохая кредитная история, подпорщенная кредитная история, это не значит еще стоп, значит, ставим стоп на бизнесе, мы не можем кредитовать, все, закрыли перенет. Такого нет. Даже буквально у меня сейчас заявка в работе, где плохая кредитная история, мы выходим на апелляцию, мы работаем с финансовым мониторингом, мы доказываем, что бизнес реальный, мы доказываем, что клиент платит налог, и все это представляется работа, да, очень сложная, но тем не менее она выполнена. Бывает, уходит по времени, от трех дней до двадцати, не может, до месяца доходились от объема бизнеса, но, по крайней мере, в нашем банке мы выводим клиентов из стоп-листа даже нашего банка, а стоп-листа других банков. То есть, обратите внимание, были случаи, да, мы утверждаем заявку, то есть клиенту говорим, да, все хорошо, но есть стоп. Именно вы стоп-листили, как пятьсот пятьдесят вы находитесь, или в каком-то еще списке, и подаем апелляцию. Спасибо большое, все понятно. Так что это не один банк так делает. Есть многие банки, которые все-таки вынимают положение предпринимателей, если он четыре-пять лет назад просрочил, а сегодня у него нормальный бизнес, то по-другому относится банке. Сейчас посмотрим, как же наши микрокредитные организации к этому относятся. Я, конечно, вот сказал уже, да, потому что мы, чтобы ускорить процедуру, там, отказов или, там, принять решение положительно, мы, конечно, стоп-фактор применяем, где, конечно, есть и кредитная история, но все-таки мы не подходим индивидуально каждому предпринимателю. Из-за этого, может быть, и во времени это дольше уходит, потому что, ну, понимаем, да, физически невозможно перевопадить, там, сразу, там, сто делал, когда там работает, там, условно, 6-8 человек подразделения, но мы все равно стараемся смотреть индивидуально. Если у него есть все-таки нормальная отчетность с точки зрения, там, или какая-то, я не знаю, учетная книга, что у него есть доходность, что он может обеспечить этот микрозайм потом, сможет выдавать, у нас же не основная, не сама цель, а потом заниматься взысканием, там, продажей, куче, что это у нас такого не стоит. У нас есть такой проблемный предприниматель Гарниша, Юрий Асентьевич, я с ним лично знаком, потому что я с ним довольно детально работаю. Он развивает в Низелинском районе, я не знаю, рекреационный, там, социальный бизнес. Он, там, запроду сделал, всякие, там, шатры поставил, там, он даже у нас на коллеге Минэкономики выступал в этом году. У него, там, реально, в прошлом году была просрочка по нашему микрозайму, потом он, по первому, потом он взял быстро деньги под 300% у какого-то уважаемого банка. Соответственно, ну, наверное, у кого-то взял, потом у него там начали все отбирать, но потом все-таки мы выдали второй микрозайм, он погасил вот эти быстро деньги и вошел потом опять, ну, как-то в график и начал платить, ну, закрыл первый займ, второй график, потому что у нас сидят срочно еще. То есть, в принципе, недоимно подходим к каждому примеру. Вы сказали, что сейчас у вас программа, в течение недели вы рассматриваете, есть стоп-фактор, вы его сразу облетаете. То есть, все-таки это не так? То есть, предприниматель есть стоп-фактор, да, у него есть космочные предприятия. То есть, он может еще дальше надеяться. Смотрите, все-таки, если у него даже была просрочка, ну, понятно, что оно будет это влияние на ОООО, или там не знаю, по-другому. Да, просрочка даже если была, но он же ее погасил. Если у него, она текущей задолженности нет, то, например, мы его дальше смотрим. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Если нет вопросов, я бы хотела вам еще поднять вот такой вопрос. То, что государственная поддержка, да, мне необходимо знать, кстати, вот микрофлитет кредитная организация, это небольшое количество документов. Но пока ты получаешь эти средства, потом после получения очень большая отчетность требуется. Это так или нет? Да. Это так, да? Как быть, с этим? Альдар Альбович, вопрос. Отчетность по использованию этих средств. Там, я как, извините, я, конечно, лично сама не знаю, это предприниматель знает, что... А, Олег Владимирович, а вы тоже не знаете, ваш бухгалтер сдает, да. То есть, кто получал еще раз государственную поддержку, поднимите, пожалуйста, руку. Да. Отчетность. Насколько она велика? Или вы тоже не знаете, бухгалтер. Это проще, когда есть финансовая служба, когда есть бухгалтера, а когда нет? Нет, да. Нет, ну там небольшая... Какая может быть там? Ну, в циревом использовании средств, например, ну, какая там может быть? Что он закупил, например, оборотный средств? Ну нет, ну как, я бы мне задали вопросы, я на них уже отвечаю, я же не придумываю, говоря, на этих вопросах. То есть, вы же сами вопросы говорили. Аккумулируйте где-то готовились за неделю. А я вот сейчас на ходу говорю, что если, как понимаете, взял, например, оборотные средства, он нам показывает копию там документов, что действительно там купил условно для СМ, например. Или там какие-то там расходные материалы. Почему? Что про проблемы? Мы должны сказать, что по целевой использованию. Например, потом, если он... У нас есть KPI, который мы должны отчитать. То есть, когда деньги есть в федеральном, то есть 4 KPI, то есть, это новый кандидарный субъект должен быть. Потом создание рабочих мест. Но он должен показать свой прирост рабочих мест, например. То, что у него там, предположим, будет получать рабочих мест. Это там не такие большие отчетные статистические данные. Это я вот сам кредит получал, и до сих пор за него не могу закрыться, потому что одному предпринимателю выдали коллеги для меня. Там от МСП банка мы получили кредит, и не соль кредит выдали предприниматель. Он там 60 миллионов должен сейчас по различным мерам поддержки не платит. Я там все суды уже там перед подал. Вот сменяемый МСП банк собирает отчетность, вот такую. Каждый квартал. Это я лично говорю, потому что я подписываю эти документы лично потом, все эти документы. Наверное, как раз вопрос Аникуе. МСП банк здесь присутствует, пожалуйста. Вы, наверное, получили как фонд, мы вас фондировали для того, чтобы вы эти деньги передавали предпринимателям. Действительно, на ежеквартальной основе МСП банк с любого своего заемщика просит предоставить определенные документы. То есть это финансовая отчетность, оборонно-сайтовые ведомости, это ряд справок как по форме банка, так и от других банков о вашей кредитной истории. Получая у нас кредит, вы это все читаете в кредитном договоре и увидите, что вы будете на ежеквартальной основе мониториться. Поэтому, но, к сожалению, это не только правило МСП банка, да, Центробанк требует нас мониторить и коллеги, я думаю, из других банков им дадут собрать. Да, такое есть и, к сожалению, с этим нужно работать, просто нужно поставить коррекцию и, как бы, сделав однажды на квартале основу, уже выгружать этот этап. Спасибо большое, Римма Елизарова. Вам вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а можно ли каким-то образом сократить эту отчетность? На какой уровень надо выходить для того, чтобы минимизировать где-то такое количество отчетностей? Ну, этот список отчетностей, он, в принципе, определяется головным отчетностями, да, кроме головного отчета, только головного отчета? Да, у нас на местах... То есть это не министерство, ничего, только требования головного отчета? Ну, это так, это требования ориентированные на Центробанк, конечно же. Спасибо большое, спасибо. Я думала, у нас... Мне уже показали карточку, что у нас нет времени. Если нет прям серьезных вопросов вообще со спикером, может быть, пообщаться и после этого круглого стола, я хочу сделать объявление от имени торговой промышленной палаты. Торговая промышленная палата, может, что-то уже слышала, я уже объявляла, еженедельно, начиная с 5 июня, проводит дни финансовой и правовой грамотности. То есть пятого, первый день банкира, 5 июня с 14 до 15 часов мы будем рассказывать вам, отвечать на ваши вопросы, вместе совместно решать ваши проблемы. Дальше, значит, следует каждый вторник и каждую среду. По вторникам это правовые консультации, по средам это консультации банкиров. С 14 до 15 часов в торговой промышленной палате. Если вы не можете подойти, то вы можете задать свои вопросы по видеосвязи. Пожалуйста, мы открыты для вас. Айна Раихович хочет сказать. Я вот хотел озвучить еще раз. У нас есть региональный лицейф, по-наверению, что нам. У него рабочее место. Где у вас? Исполнительный комитет в городе Раихович, то есть там есть режим работы, его контактный телефон есть на сайте фонда поддержки предпринимателей. В каждом районе у нас есть сотрудники. Большая часть их располагается в МПЦ, там по районам, если кто-то из другого района. А так они готовы вам тоже проконсультировать и сопроводить, чтобы, ну, там, не знаю, в ходе каких-то вопросов отрегулировать. Спасибо. Огромное спасибо уважаемым предпринимателям вам, что вы приняли активное участие на нашем крупном столе. Спасибо спикерам. 13 часов пленарных заседаний нашего съезда в большом зале. Все ждем на пленарном заседании. Спасибо большое.